Я, Дмитрий, из-за Беларуси сегодня. Игорь Георгиевич, от локального к глобальному, так скажем. Тут на днях Конгресс США принял временный бюджет. И в нем не нашлось места для военной помощи в Украине. Как вы думаете, какой сигнал тем самым подает Вашингтон? Что это означает для Киева? Мы действительно приблизились на шаг к миру, хотя бы на маленький, небольшой? Или это какая-то предвыборная финансовая игра? Содержание этого сигнала заключается в том, ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросать. Это же уже во всех средствах массовой информации даже. Упрекают Владимира Александровича Зеленского, что он медленно наступает, успехов контрнаступ не принес, и воюют старики куда-то годно. Давайте молодежи и побольше. А молодежи-то нет. Ну, это уже их проблемы. Поэтому это уже не сигнал, это конкретное действие. Убивайте побольше украинцев. Это первое. Второе, это более глубинно, давно уже видно. Они думали, что в результате контрнаступления они как минимум освободят территории, которые сейчас являются территориями Российской Федерации. Не получилось. С контрнаступлением не получилось. Украинские вооруженные силы увязли в своем контрнаступлении. Проблем, конечно, там хватает. Это же война. Нельзя говорить о том, что вот украинцы такие-сякие, у них ничего не получается. Где-то 100 метров туда, где-то 100 метров сюда. Но фронт, линия соприкосновения, она стоит на месте в основном. Движение есть туда-сюда. Вот за такие высотки воюют. Бывает, что украинцы эти высотки захватывают с утра, там, за ночь. К вечеру их россияне выбивают, потому что высота позволяет обстреливать на десятки километров территорию. Поэтому очень сложно этот контрнаступ осуществлялся. Сейчас, я могу сказать, это мое мнение, первый этап провалился. Сейчас они готовят второй этап и обозначили 4-8 недель. Что вот за эти 4-8 недель надо что-то на фронте сделать. Почему американцы их подталкивают и торопят? Я про европейцев уже не говорю. Это отдельный разговор. Американцы. Потому что и политическая ситуация, вы знаете, что авторитет властям и Байдену эта война авторитета не дает. Он и так по всем социологическим вопросам проигрывает. А здесь надо же какая-то победа. Надо что-то американцам положить на стол для того, чтобы выиграть. Поэтому торопят. Думаю, что это не получится. Ищут новые варианты. Вплоть до прекращения поддержки Зеленского. Но один нюанс, на который я хочу обратить ваше внимание. Вот и мы, и россияне, журналисты, все время говорим о том, вот попрошайка такой-сякой, себя ведет не солидно, непорядочно Зеленский и так далее. Я должен сказать, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно. Сейчас я вам расскажу, в чем дело. Когда начиналась эта бойня, она готовилась до 2014 года, особенно после 2014 года, вот как наш командующий направлением говорил, в районе Бахмута, в районе Донбасса, Донецка. И вот этих вот направлений, они создавали еще мощнее эшелонированную оборону, полагая, что там россияне, прежде всего, будут наступать. И сами готовились к такой активной обороне. Затем, американцы, заметьте, в результате переговора сказали Зеленскому, Володя, будем воевать. Мы тебе сделаем все. Роли распределены, ты будешь воевать до последнего украинца, стороны американцы, мы мобилизуем все, что можно в поддержку тебя. Мы даем деньги, мы даем вооружение и прочее, прочее. То есть распределили роль. Зеленский, не будем его сейчас характеризовать, правильно он сделал или нет, видим, что неправильно. Зеленский подставил целое государство, богатое, крепкое государство. Согласился Зеленский. Что дальше происходит? Он до последнего украинца воюет, а они то, что обещали, или не вовремя делают, или не дают то, что обещали, или дают старье. Ну, это естественно, даже утилизирует все это. Зеленский задает вопрос, как же так? Он не говорит, что мы с вами договорились, но такие были договоренности. И Запад, европейцы и особенно американцы, этот коллективный Запад, они не выполняют договоренности, которые дали Зеленскому. Поэтому Владимир Александрович ему говорит, негодяи, почему вы не делаете то, что обещали? Он едет, от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была? Это глубинная вещь, чтобы вы понимали. Он ведет себя правильно. Но он понимает, что его кинули Европа и Америка. Как бы они не демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я говорю вам точно, исходя не только из моего анализа и умозаключений, а исходя из всех контактов, которые у меня лично были, не только у меня, но и у наших военных и госбезопасности. Европа воевать не хочет. Европа не хочет, чтобы этот конфликт разрастался. Почему? Потому что это в нашем доме. Американцы далеко. Они думают, что отсидятся за Атлантикой. Они далеко. Для них это, наверное, нагрузка приличная, но не такая. Нагрузка только в том, что ежесуточно 24 на 7, как вы говорите, работает станок. Они печатают деньги, инфляция доллара перекладывается на весь мир, кто с этими долларами связан. Ну и утилизируют, как вы правильно сказали, все это старье. То, что им нужно там испытать, они испытывают. И таким образом даже европейцы безумные там, я женщину очень уважаю, но это звучит больше всего из женских уст, говорят о том, что это самая дешевая война. Самая дешевая война. Потому что они наши солдаты. Да, совершенно верно. Потому что до последнего украинцы воюют. Полмиллиона, больше уже полмиллиона погибших в Украине. Молодежь воевать не хочет, сбежали. Что делать? Сейчас хватает уже, не только своих хватает, но и за пределами Украины. В Польше и в других странах хватают этих украинцев и везут туда. Плюс наемники. Вот такая война сейчас в Украине. В очередной разовору надо остановиться. Ибо будет хуже. Вы видите, что запад уже... Поляки готовы прихватить запад Украины. А с этой стороны... Вот сейчас перемелят основные силы, технику и живую силу россияне. Они уже по всем направлениям, вот я уже замечаю, каждый день информацию о том получаем. По всем направлениям россияне начали... Они уже не сидят в засаде здесь. Они ведут активную оборону. Они уже атакуют. Украинцам воевать нечем. Они, даже если есть, они не могут эту мощь сдерживать. Вы же понимаете, у нас медленно запрягают, но потом быстро едут. Вот Россия поехала. Поэтому сейчас надо остановиться. В противном случае, никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет. Ни с украинцами, ни с Западом. Они уже с россиянами будут потом здороваться через западную границу. Редактор субтитров А.Семкин